Делать наперекор общепринятым правилам, если так говорить про современное искусство, как какое-то актуальное, как какое-то такое радикальное, то, что до моды, то, что модно, то, что интересно, то, что авангардно – это классическая искусство. А то искусство, которое непонятно еще, непонятно. Мы скорее доверяем личности, мы скорее доверяем некоторой энергии. А искусство это или не искусство, когда непонятно, что это искусство, а при этом торкает, тогда это уже ближе к современному. Когда все понятно, это хорошо, тогда это не современное, а что-нибудь такое. Например, это может быть Марзолей Ленина. Хотя Марзолей Ленина может быть самая современная искусство. Вот. Самое радикальное, недопонятое пока зашифрованное послание в будущее. С этого и начнется, как только рохнет все, и начнется современное искусство нового третьего тысячелетия. В мире искусство, чтобы не портить этот мир, я вижу свою роль. Все плохое я уже сделал. Укусил. Ударил. Украл. Разрушил. Испортил. Обидел. Все, что можно и кого можно. Теперь я хочу наоборот. Сделать что-то прекрасное, нежное, любящее. Например, я делаю портреты своих друзей-хулиганов. Я их терпеть не мог. Мы в жизни все время дрались. Все время выясняли, кто лучше. И вот теперь в наказание я сам тебе назначил сделать их портреты. Причем в самый лучший момент, как художник-таксидермист ловит животное и безболезненно его убивает. Выпотрашивает всю тушечку, зашивает и делает как жизнь. Великолепно. Вот такая же у меня задача с друзьями. Любя перенести их в историю культуры. Поэтому мне абсолютно плевать на искусство. В том смысле, что мне очень важны Греции, мне очень важны архивные какие-то, античные. Для меня 90-е – это античность. И я эту античность бережно, нежно раскапываю. Если мне хватит терпения, а мне его хватит, я его доведу. Я буду считать, что я принес извинения за все эти обиды, за всю эту кровь, боль и страдания, которые я нанес людям в процессе своего юношеского искусства. Максимализма. Максимализма. Только вот жизнь. Жизнь сама. Старый искусств вообще «на хрень никому не надо». Кроме торгашей и спекулянтов. Вообще. Никто в нем ничего не поймает, кроме Димы Гутова и Семенов Айбисовича. Там пять человек. Вот здесь такой интересный, глубокий человек Владимир Познер. Вот он по всем поводам, у него есть мнение. По всем этим самым. Но как только он открыл рот и сказал про искусство, например, он сказал фразу «ну Караваджи же, это всем понятно, что это хорошее искусство». Вы спросили, ну трудно лечить хорошее искусство от плохого. Все говорят, ну это просто. Караваджи же всем понятно. А это было в итальянском посольстве, где высадка Караваджи. И тут говорит Дима Гутова, извините, извините товарищ Владимир. Караваджи до двадцатого века даже в списке флорентийских дворцов, где он был, никогда не указывался. Это был очень плохой художник считался, очень неинтересный. Пока его не увидели авангардисты. И начали радикально использовать черный цвет и вот эти все как бы такие приемы, нео, вот эти вот, как они называются, рафаэлиты и всякие прочие. И они навязали это мнение болванам. Которые сказали, да что-то в этом есть. И теперь как бы любой говорит, это же всем понятно. А Рембрандт 200 лет тоже было всем понятно. А Ван Гог? Да никто не понятен. Когда куратор в Швеции со всей силой долбанул меня огромной ногой своей. Он был немножко расстроен как бы вот ходом действия моего произведения искусства. Вот. И как бы со всей, я не ожидал этого. Знаете, у меня реально первый раз в жизни сильнейшие пошли круги. Я очнулся как бы, я голый лежу, вокруг люди. Я в ошейнике. Я не мог к себе прийти. Думал, что произошло. А, я человек-собака. Так, думаю, надо быстро дойти до будки. А я кого-то укусил. Боже мой, как стыдно. У меня было такое давящее состояние. Я понимаю, что я как бы все, как бы, я убил человека. У меня было ощущение. Я как бы, я дошел до этой будки, спрятался там, залег его, так сказать, лежал так. Боже мой, я такой умный, глубокий человек. Меня бьют ногами, как собака. Я голый тут валяюсь, как бы, я ничего не соображаю. Что делать тогда? И тут бежит полиция. Все стало сразу ясно. Вытащили, одели и поволокли участок. Все по-человечески пошло. У меня одна есть проблема. Это вот люди, ходящие по диагонали. Я все-таки езжу на велосипеде. И всегда немножко, так сказать, чуть быстрее, чем пешеходы. И, в принципе, я, так сказать, буддист. Я абсолютно спокоен. Я невозмутим. Меня ничем нельзя вылезти. Но вот эти вот бабульки, которые выбегают все время перед колесами, почему я не движусь по диагонали? Я даже останавливаюсь. Нельзя идти прямо. Вот ты туда идешь. Зачем ты пошла вот так? Немного. В общем, некоторые бабульки попадаются довольно бодрые. Они еще норовят тебя сумкой шарахнуть. И вот тут у меня возникает тоже, казалось бы, выяснять я все время ругаюсь какими-то толстыми бабками. И это сильно, как бы, знаешь, подрывает какую-то уверенность. То есть я могу общаться с тиграми, с богами, с олигархами, с милиционерами, с бандитами. А вот эти вот как бы по диагонали ходящими бабками толстыми, некрасивыми, с сумками, я как-то общий язык нахожу. И тут я решил как бы себя преодолеть. Во-первых, я перестал их посылать на три буквы. Я долго поднимался, стал их посылать на пять букв. Уже легче стало. И дальше, дальше, дальше. Я как бы вдруг понял, что это бомби. Это бомби. Они мне остались в самый нужный момент. Я всегда подумал о самом важном. Я когда вижу, что человек идет по диагонали, я так осторонний. Вот это вот серьезный вопрос. Вы знаете, всегда влияла сильно мама. Когда она появлялась, понимаете, холод, жил и стыль. У меня скорпион и тигр, кстати. Тигр и скорпион. Хуже только тигр и овен. Моя дочь. Тоже нежное такое существо. Как моя мама, так сказать. Я всегда думал, что они монстры все. Они такие нежные, ранимые. Я оказался монстром я. Но это надо было понять. Никто тебе не скажет. Ты думаешь, что маленький ранимый ребенок. Ты всех обижаешь. Но оказывается, что тебя все обижают. Но оказывается, что ты всех обижаешь. И потом очень сильно повлиял Боря Орлов. Это мой учитель и скульптор Борис Орлов. Я с ним познакомился в 1981 году. Еще до смерти Брежнева. Мне было 19 лет. Я очень переживал, что я такой большой художник. Я так много сделал. Нет ни выставок, никакого внимания, никакого признания. А ему уже 40 лет. Его тоже никто не выставляет. А он такой веселый, радостный. Я говорю, Боря, откуда такой оптимизм? Искусство же радует. С тех пор я понял. Должно быть искусство, которое радует тебя. Да если всем тебе плевать на тебя. Очень вторичное. Очень хорошее, вторичное ученическое искусство. Я всегда это говорил. Это гораздо лучше, чем экономика, например. У нас экономика даже не ученическая. Она чисто подражательная. И в этом смысле ее проблемы есть большие. А это активно учатся. Вообще все учатся. Вот. И вот сейчас состоялось открытие «Дау» Ильи. Забавно. У нас самый великий художник начал искусство Илья Кабаков. И вот самый великий заканчивает. И оба делают тоталитарные инсталляции. И оба нахуй никому не нужны. Просто чисто один пиар. Один разговор. Один как бы такой. А за этим насилие. Маньячество какое-то. Все скрытое такое. Два Ильи. Две опоры русского искусства. Это очень интересный феномен. Его когда-нибудь осмыслят. Но своей экзистенции русского искусства нет. Они не могут справиться с советским прошлым. Никто перевалить не может. А пока ты его не перевалил в прошлое. Понимаешь? Человек, от которого ему рвать хочется. Вырвать этого. А он рассказывает о концептуальных поисках. О тонких каких-то намерениях. Западные люди. Ой. Явно какое-то несоответствие. Поэтому русское искусство никому совершенно не интересно. Им интересен только черный квадрат и удар в морду человека-собак. Боско Мэгель. Великолепный магазин. В котором есть невероятные ажурные решетки. А я, в принципе, работаю вообще в решетке. Вообще, у меня ощущение, что я сам нахожусь в решетке. Что жизнь для меня решетка. И я, знаешь, такое маленькое живое существо. Которое в этой решетке все время бьется. И пытается как-то зацепиться, вырваться. Как бы существует. Висеть на ней. Вот. И когда я увидел этот купол. Для меня было просто мое родное пространство. И, естественно, было там вписать вот эти вот кусочки. Вот. Семьи, тела. Как бы. Вот. В этот вот. Не знаю. Свод. Я бы назвал бы такой вот. Красоты. Конструктивистский свод. Вот. И мне кажется, что это получилось. Семья – это возможность стать цельной личностью. В семье ты можешь посмотреть, каким ты должен быть сам. Со стороны. Вот. Семья – это ты один. Эти двое. Это ты один. Как со стороны. Вот. Когда ты это почувствуешь, семья как бы уже будет не так нужна. То есть она останется уже как просто такие друзья. Но вряд ли кто это почувствует. Так довольно редко. Это трудно. Такой тантрический момент. Вот. Нельзя расходиться. Нельзя расставаться. Если только не кармический враг. Поэтому семья – это очень важно, чтобы познать себя. Самый важный инструмент для познания самого себя. Сначала все дали, потом все отняли. Как вот просто в вагоне, а потом в лед, в воду. Но, в принципе, между этими были потрясающие бомены. Потрясающие. Это же до сих пор бутылка хранится. Во Франции выпустили бутылку в день, когда мы зачали фрот. На зачатии. Ну, это было просто большое затмение. Это не то, что там в честь моего зачатия. Вот. Но мы рассчитали это зачатие. И поехали специально на Алтай. Телецкое озеро. Специально на реку. И в этот момент пошел страшный ливень. И вот надо же. Я думаю, все. Ну, как бы. Как? Как? А жена сказала. Ну, как бы. Развезды надо. Вот. Так что все. Семья – это чудесная вещь. И семья, в принципе, это как бы… Семья народа. Все. Семья людей. Вот. Это как бы самое сильное из густок сатанизма, который может быть. Это как бы ни КГБ, ни общество, ни власть, ни это самое, а семья. Потому что это как бы проникает очень глубоко. Вот ты должен это пройти, эту бациллу. Пройти, переварить, трансформировать и выйти из тени. Тогда ты как бы будешь просветленным, свободным человеком. Свободный человек должен быть женатым. Женатый человек в какой-то момент. Чтобы бить других и грабить, насиловать. Других вариантов нет. Ну, либо зарабатывать. Если вы видите, что художники объединяются в сообщество, то это либо подлецы, либо дураки, либо русские художники. Просто еще не опытные. Художники объединяются в сообщество. Либо конкурировать. Бить батьку. Знаете, вместе бить батьку легче, когда это на Украине. Вот это общество. Больше других поводов нет. Хорошие работы смотреть надо прямо. А плохие, они так бочком. Так стыдливо. Понимаешь, советское искусство на понимании настроено. Поэтому хорошо будет почитать, посмотреть. Главное смотреть. Чтобы его смотреть, надо смотреть. Понимаешь, ты пойдешь первый раз в оперу, тебя просто стошнит. Пойдешь второй раз, еще сильнее стошнит. А на третий ты уже будешь брать это антирвотно и спокойно смотреть. Ну, то есть привычка. Привычка некоторая. В эту игру. Другое дело, что современное искусство не дает возможности сильно привыкнуть. Все время что-то новое, 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 новое. Дамиан Херст и Кунс и как бы этот Сайд Вомбли. Это же вообще оскорбление для всех. Ну, как бы это хуже черного квадрата. Как осел хвостом и по 100 миллионов. Ну, обман. А это действительно обман. Ну, это же искусство. Это же есть обман. Просто другой обман. Как очарование. Это обман. Такая очаровательная девушка. Современное искусство – это единственное, что интересно в этом мире, кроме как бы внутреннего развития. Это как бы очень близкая вещь. Это предпоследняя истина. Здесь вот религия настоящая, не последняя истина. А подготовка – это современное искусство. Это где человек задается, зачем жить, что происходит, кто я такой, кто ты такой. Это вот такая зона. И поэтому это как бы… Если вы любите общение, товарищ коллекционер, любите что-то узнавать, если вы не тупая жирная скотина, то, конечно, у нас современное искусство – это прямо отсюда. А если вы все-таки как бы человек высокоморальный, закрытый, все знаете, умный, то идите туда. Где черный экран, водка или нет? Ты манер. Ура. Епоха. Слушайте. Ура.